МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В студии Марина Комиссарова. В ближайшие полчаса о самых интересных темах недели расскажут мои коллеги. Жуткая авария в Скопинском районе. Пассажирский автобус перевернулся. Есть погибшие. Капитальный ремонт дорог в регионе набирает обороты. Дальше больше. Отчет в сюжете Максима Васильева. Юбилей МЧС. Служба Рязанской области в этом году празднует 30-летие. Дату спасатели отмечают добрыми делами, расскажет Анна Герцовская. А также о новогодних выплатах россиянам, новой налоговой системе и найденных прокурорами нарушениях в деятельности ТЭЦ в сегодняшнем выпуске. Ранним утром в пятницу 25 декабря автобус Москва-Волгоград перевернулся на 247-м километре трассы Р-22 возле села Высокое Скопинского района. Погибли 4 человека, 15 пострадали, 11 из них госпитализированы. Авария произошла около 3 часов 40 минут на трассе Р-22 Каспий в Скопинском районе у села Высокое. Это запись видеорегистратора автобуса в момент ДТП. Видно, как он съезжает на встречную полосу и затем в кювет и переворачивается. По предварительным данным водитель мог уснуть за рулем. Он погиб. Погибли четверо. Имена уже опубликованы. Есть данные и о пострадавших. Это жители Волгоградской, Московской областей и Москвы. Для оказания помощи пострадавшим и ликвидации последствий дорожного транспортного происшествия привлечена группировка в количестве 47 человек и 17 единиц техники. Также организована горячая линия. Телефон горячей линии 257290, код города 4912. Среди пострадавших есть дети. Десятилетний мальчик потерял руку и обе ноги. Об этом сообщил главный врач ОКБ Андрей Карпунин. Главврач пояснил, что мальчик находится в тяжелейшем состоянии. Ребенок потерял много крови. У него травматический шок четвертой степени. За жизнь еще одной несовершеннолетней пациентки сейчас борются детские врачи. 17-летняя девушка получила резаные раны лица и тела. Ее также эвакуировали в Рязань. Планируем максимальное количество пациентов забрать в областной центр, где им будет оказываться вся необходимая специализированная помощь. В больними также работают психологи. Вошли в палаты, поговорили с пациентами. Кто-то просил позвонить, кто-то просил сообщить родственникам. У кого-то приедут любить пожелание. Все это было быстро решено. И сейчас пациенты готовятся к распортировке в областной центре. В ОКБ реаниматологи борются за жизнь мужчины, у которого диагностированы многочисленные скелетные травмы. Четверо взрослых остаются в Скопинском ММЦ. Они находятся в состоянии средней тяжести. Их планировали доставить в Рязань на вертолете, но вылет невозможен из-за погодных условий. За пациентами выехали спецбригады Центра медицины «Катастроф» ОКБ. Обстоятельства происшествия проверяют Следственные комитеты прокуратуры. На место происшествия выехал скопинский межрайонный прокурор Ольга Ткачева, который осуществлялся координацией действий правоохранительных органов при проведении оперативно-следственных мероприятий. Кроме того, прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения, в ходе которой будет дана оценка достаточности принимаемых ответственными должностными лицами мер по предупреждению аварийности, а также проверено исполнение обязанностей организации, отвечающей за состояние указанного участка дороги. Не пострадавшие в ДТП 11 пассажиров автобуса уже направляются в Волгоград. В этом году на капитальный ремонт дорог Рязань получила столько, сколько не получала никогда. Сегодня в нормативном состоянии 50% городских дорог, заявила глава администрации нашего города Елена Сорокина. Полностью в этом году заменили полотно на 19 участках. Еще 11 сделают в следующем. Все остальные цифры у Максима Васильева. Более 800 миллионов рублей на дороге. Эту сумму глава администрации Рязани Елена Сорокина сегодня называет беспрецедентной и не без гордости перечисляет отремонтированные улицы. Забайкальская щедрина высоковольтная. Теперь мы сделали полностью Добролюбово, Коняево, какие еще? Добролюбово, улица Рязанская, вот тот большой участок и Мирничная. Два участка под реконструкцию у нас попали. Очень давно этого не было в Рязани. Это мост через Лыбедь на улице Ленина и перекресток Советской армии Касимовское шоссе. Деньги национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» пошли и на ремонт моста через Трубиш на въезде в Канищево. В следующем году работы здесь завершат. Уже завершен ямочный ремонт. Цифры сегодня звучат, как победная сводка с фронта. 20 127 метров квадратных ямочного ремонта. И дополнительные еще патча инженционно-стройным методом 5100 метров квадратных. Литой асфальтобетонной смесью за сейновой в течение холодного времени года 7763 метров квадратных. Также применяется асфальтовая крошка на тех дорогах, где необходимо подсыпка. В следующем году латать ямочно полотно тоже будут. Впрочем, предусмотрен и капитальный ремонт. Еще 11 участков. Здесь продолжают действовать двухлетние контракты. Максим Васильев, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Спасатели пожарные – не просто профессия. Это образ жизни, постоянная готовность к самопожертвованию, к подвигу, который многие считают просто работой. В этом году ведомство празднует свой юбилей – 30-летие со дня образования. А в преддверии Нового года спасатели усилили свою работу. На этот раз они отправились в рейд к семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Мать-одиночка Наталья Славягина воспитывает четверых детей, несмотря на проблемы со здоровьем и тяжелую жизненную ситуацию. Гостям в этом доме рады уже на протяжении пяти лет. В этот раз у пожарных и полицейских радостный повод – детям подарки, маме профилактическую беседу. В ходе этих рейдов раздаются памятки, листовки, разъясняются меры пожарной безопасности и смотрится состояние проживания. Большое количество и большая нагрузка на электросеть, большое количество пожаров. По словам сотрудников МЧС, подобные рейды особенно актуальны перед Новым годом. Слишком часто на праздники люди забывают о мерах безопасности. В период новогодних праздников, вот этих вот выходных, рождественских, происходит большое количество пожаров, получается, вплеск. В результате неправильного пользования пиротехнических изделий, в результате оставленных каких-то электроприборов и гирлянды очень оставляют, часто без присмотра, елку как включили на все праздники, большое количество и большая нагрузка на электросеть, большое количество пожаров. Для приехавших к Наталье сотрудников подразделения по делам несовершеннолетних профилактика является самой важной частью работы. Без повода они, конечно, не наказывают, но в случае чего могут вспомнить и про свои карательные полномочия. К нам в комиссию поступают звонки от местных жителей и от органов систем профилактики, где там входят и школы, и детсады, и местная администрация. Если появляется какая-либо семья с какой-либо проблемой, это либо там и бывает и распить спиртных напитков у родителей, соответственно, дети находятся в трудной жизненной ситуации. Сотрудники МЧС и полицейские для погорельцев часто еще выступают и как адвокаты. Помогают обустроиться в жизни после трагедий. Таким семьям можете помочь и вы. В Рязанском районе в этом году появился гуманитарный пункт «Мы вместе». Пригодится любая помощь. Анна Герцовская, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Одна из самых ярких примет Нового года – салюты, бенгальские свечи и петарды. С начала декабря жители Рязанской области начали покупать эти праздничные атрибуты. Отнестись к их к приобретению нужно максимально ответственно. На пиротехнику должны быть сертификаты. Салюты, ракеты, хлопушки, петарды, бенгальские огни и римские свечи. Глаза разбегаются, глядя на это разнообразие продукции в магазине «Файербах». Но сориентировать, что нужно именно вам, поможет грамотный консультант. В нашем магазине мы можем продемонстрировать вам любой фейерверк. Это один из самых популярных фейерверков в магазине. Сейчас я вам его продемонстрирую. Фейерверк «Лав Оглу» – 19-зарядный фейерверк. В нем 4 эффекта и 3 цвета. Василий – постоянный покупатель. Сейчас он выбирает салют, который вместе со своей семьей, детьми, внуками и племянниками будет запускать за городом в Новый год. Или салюты для Нового года, для праздника. Хорошие продукции? Нормальные, нравятся. Без ярких многозалповых салютов, искрящихся бенгальских огней, хлопушек, петард и другой пиротехники сложно представить новогодний праздник. Фейерверки приводят в восторг не только детей, но и взрослых. Поэтому к Новому году магазин «Файербах» подготовил для своих покупателей сюрприз. У нас проходит ежегодная акция с 1 по 28 декабря. При покупке от 3000 вы получаете 50% от стоимости покупки. В день рождения у нас проходит акция, вы получаете 15% скидку, а в свадьбу в 25% скидку. По наличию пиротехники «Файербах» – один из самых больших магазинов в Рязани. Здесь, на втором этаже торгового центра, на Татарской 95, можно найти самые разные салюты – от бюджетных до самых дорогих. И самое важное – на каждой есть сертификат. Так что при запуске яркие огни салютов будут не только красивы, но и безопасны. Алиса Котровская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». А теперь главные темы недели. Важная новость для россиян – это президентская выплата по 5000 рублей каждому ребенку, которому еще не исполнилось 8 лет. В этом году отменены новогодние елки, мероприятия в театрах и студиях. Но небольшой подарок все же будет – это президентские выплаты на детей. Их начислят автоматически. Единовременная выплата 5000 рублей на каждого ребенка в возрасте от 0 до 7 будет выплачиваться пенсионным фундом. На сегодняшний день мы провели большую подготовительную работу для начала этой выплаты. По нашим ожидаемым прогнозам на эту выплату претендует где-то около 90 тысяч детей. Никаких дополнительных заявлений тем, кто уже получал такие выплаты, оформлять не нужно. Деньги будут перечислены на основании имеющихся у государства данных. Тем, кто сменил счет или ранее таких субсидий не получал, нужно оформить заявку. Хочу отметить, что 87 тысяч детей уже в нашей базе есть, потому что этим детям мы выплачивали ежемесячные выплаты летние. И 5 тысяч кому-то, кому-то 10 тысяч. Вот те граждане, которые в свое время подавали заявления через портал госуслуг на эти выплаты, им сегодня никаких заявлений в пенсионный фонд подавать не нужно. А вот те граждане, у которых дети родились после 1 июля 2020 года, то им необходимо подать соответствующее заявление через портал госуслуг. Если возможности через портал госуслуг подать это заявление нет, то необходимо прийти в наши клиентские службы и воспользоваться услугами уже наших специалистов. В заявлении нужно указать реквизиты банковского счета, на которые будут переведены средства. Это не обязательно должна быть карта МИР. Перевод этой выплаты возможен в рамках любой платежной системы. Олеся Котровская, Станислав Кудряшов, Михаил Лазуткин, Телекомпания «Город». С 1 января системы единого налога на вмененный доход не будет. Вместо ЕНВД налогоплательщикам предлагают выбрать альтернативную систему налогообложения. Подробнее расскажем в следующем сюжете. Основными направлениями бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики Российской Федерации на плановый период 2021-2022 годов, одобренными правительством, продление системы налогообложения ЕНВД не предусмотрено. Сейчас существуют три альтернативные системы налогообложения, которые могут выбрать налогоплательщики, применяющие единый налог по вмененному доходу. Общая, упрощенная и патентная. Переход на общую систему происходит автоматически с даты отмены ЕНВД, в случае, если индивидуальный предприниматель не изъявит желание применять другой режим. У наших налогоплательщиков, конечно, есть альтернативные варианты выбора специальных налоговых режимов. А именно, это упрощенная система налогообложения, это единый сельскохозяйственный налог, это для индивидуальных предпринимателей патентная система налогообложения, а также налог на профессиональный доход. Каждая система налогообложения имеет свои нюансы, ознакомиться с ними и выбрать наиболее подходящую для себя стоит до 2021 года. При этом, учитывая, что перейти с одной системы на другую, по одному и тому же виду деятельности, скажем, через год не получится. Это возможно только в очень редких случаях. По тому же самому виду деятельности, по патенту, вообще от патента просто так отказаться нельзя. Если налогоплательщик приобретает патент, он его покупает. Отказаться от патентной системы налогообложения или уйти с патентной системы налогообложения можно только в случае, если у него нарушены какие-либо ограничения по патентной системе налогообложения, либо он прекращает деятельность по данному направлению, по данному виду деятельности, вообще прекращает ее. Для того, чтобы налогоплательщикам выбрать подходящую систему, создан специальный интерактивный сервис-калькулятор на сайте Федеральной налоговой службы России. С помощью калькулятора можно определить и рассчитать сумму налогов, подлежащих оплате, на основании заданных параметров по каждой системе и выбрать удобную для вас. Марина Комиссарова, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». В приватизации муниципальных объектов, в том числе работающие турбины, принадлежащие городу, прокуратурой Рязани найдены нарушения – 1,2 млрд рублей. На новый агрегат руководство Новорязанской ТЭЦ потратило необоснованно. Об этом журналистам на специальном брифинге в городской мэрии заявил заместитель главы администрации Владимир Бурмистров. По его словам, попытка уменьшить участие городских властей в управлении ТЭЦ – повод для судебного разбирательства. Кроме того, речь шла и об обоснованности тарифа на теплоэнергию. Вся эта шумиха, которую пытается поднимать руководство Новорязанской ТЭЦ – блеф и попытка расставить фальшивый акцент. Это сразу станет ясно, если взглянуть на финансовое сальдо тепловиков за последние несколько лет. Цифры – вещь упрямая. И даже подключение сбитых летчиков советской журналистики здесь явно не поможет. Короткая справка. 2015 год. Аналитика. ТЭЦ получила выручку 5 миллиардов рублей, прибыль 143 миллиона чистую, уплатила арендной платы в город за используемое имущество 25 миллионов рублей. 2016 год. ТЭЦ выручку получила уже 5,7 миллиарда рублей, чистая прибыль у ТЭЦ, Новорязанской ТЭЦ – 522 миллиона рублей. Город заплатила арендной платы ноль. Вам не кажется странным почти четырехкратное увеличение прибыли? У них что, резко повалил золотой дождь? Очень похоже. И мы даже предполагаем, откуда эту тихую оккупацию муниципального имущества теплоэнергетики начали еще 6 лет назад. Из договора аренды с городскими властями стали исчезать объекты. Где-то поменьше, где-то совсем крупные. На сегодня, по словам заммэра Владимира Бурмистрова, выведено уже 176 позиций. Котлы, насосы, паропроводы якобы износились. 13 из них, между тем, приватизировали, включая мощный турбогенератор ТВС-30. Мы подняли все эти объекты, проанализировали их. Среди них обратили внимание на один из крупных объектов, на турбину с генератором номер 4 ТВС-30, которая была приватизирована в 2016 году. Механизм простой. Сначала было уведомление о выводе из эксплуатации, потом выход на приватизацию, выбрасывание данной турбины, которую потом оказалось, что у нее был парковый ресурс, что она рабочая была. На место старой турбины установили новую за миллиард 200 миллионов. Причем, обратите внимание, собственных денег Новорязанская ТЭЦ не потратила ни копейки. Все взяла через повышение тарифов. В общем, у населения, у вас, уважаемые рязанцы. Что же касается ветхого турбогенератора, то его продали за 2 миллиона 400 тысяч. А что, простите? Даже по объявлению ТВС-30 1970 года выпуска, сегодня торгуют за сумму на порядок выше. Резонный вопрос. А разница-то где, товарищи арендаторы? Или уже хозяева? Все эти кивоки на изначальный тариф в 814 рублей и его наценкой в тысячу попытка увести общественное мнение в сторону. Как будто в Новорязанской ТЭЦ не знают, что такое магистральные сети и сколько нужно ресурсов, чтобы разогнать тепло по трубам. Это 535 километров тепловых сетей. 535 километров. Из них 125 километров магистральных тепловых сетей. О чем это говорит? Это говорит о том, что диаметр трубопроводов от метра, то есть тысячи миллиметров, до полуметра. Это серьезнейшие сооружения. А также 407 километров внутриквартальных тепловых сетей. Для того, чтобы тепло пришло в каждый рязанский дом, его разгоняют 12 насосных станций. Их обслуживание тоже часть тарифа, которую используют по назначению. А вот производители считают, что именно они в угоду собственных интересов могут решать единолично. И если что-то не так, просто в наглую, что называется, перекрывать клапан. Накануне отопительного сезона. В 2010-м такой шантаж пресекла прокуратура. В этот раз тоже. И без ее глубокого погружения, похоже, снова не обойтись. Максим Васильев, Станислав Кудряшов, телекомпания, город. Тема деятельности ТЭЦ в последнее время шумит на центральных телеканалах. Вопрос об этом был задан на пресс-конференции президента 17 декабря. Пока начаты проверки и официально не установлены, есть ли в работе ТЭЦ недостатки, рязанцы повально обращаются к юристам с тем, чтобы узнать, не переплачивают ли они за отопление. И как сделать перерасчет в случае, если переплаты действительно есть. Первым делом тема отопления и переплат вызвала шквал обращений в Ассоциацию защиты прав потребителей региона. Речь идет не только о формировании тарифа. Чаще всего вопрос состоит в том, какими нормативными документами стоит руководствоваться, чтобы произвести перерасчет оплаты за отопление или горячую воду. В далеком 2011 году, в 354-м постановлении правительства, приняты правила предоставления коммунальных услуг, в которых есть приложение номер 1 и приложение номер 2. В приложении номер 1 содержатся условия снижения оплаты при снижении объемов и качества услуг. И подробно расписано, как вы должны платить, если у вас батареи холодные, давление слабой воды. Не работает то, не работает все. А вот во втором приложении можно найти формулы, по которым рассчитывается законность начисления платежей. Для этого вам нужны определенные параметры, запросить которые можно у управляющей компании. Например, площадь отапливаемого дома, открытый или закрытый тип отопления и другие. В юридической практике Ассоциации защиты прав потребителей Рязанской области немало случаев, когда по этой формуле сделан перерасчет и получены обратно переплаченные потребителям деньги. Площадь, насколько я помню, была 54,5 квадратных метров двухкомнатной квартиры. Она вышла на сумму 28,5 тысяч рублей. Переплата за отопление. Приложение, копии документов, расчеты, требования к управляющей компании. После того, как она направила данные требования, она была вызвана к руководителю на прием, который, как она пояснила, разговаривал с ней с глазу на глаз в кабинете. И он взял с нее обещание. Я говорю, вам сейчас через бухгалтерию выплачу эту сумму, при условии, что вы в суд не подадите на меня. Понимаю, что вам кто-то готовил из юристов, которые разбираются в данной сфере. Она говорит, да мне никто не готовил. Я просто прочитала статью председателя общества потребителей, где написано, как подробно рассчитать и предъявить требования. Сумму переплаты девушка получила в досудебном порядке. Разницу за три года выплатили и ее соседке. Вернуть деньги – это реально. Помочь в этом может закон о защите прав потребителей и правила предоставления коммунальных услуг. Свалку промышленных отходов в заброшенном карьере у села Высокое. Арендатору участка придется убрать по решению суда, заявила нам в эксклюзивном интервью заместитель межрайонного природоохранного прокурора Ирина Артюшацкая. Напомним, жители сигнализировали нам о несанкционированной куче мусора еще в прошлом году. Несмотря на все попытки ее скрыть, отвечать все же придется. Март прошлого года. Заброшенный глиняный карьер у села Высокое. Когда-то здесь уже хотели обустроить свалку биологических отходов, но тогда все обошлось. На этот раз местные жители обнаружили тайный мусорный полигон и тотчас же обратились в нашу телекомпанию. Рейд съемочной группы вместе с природоохранным прокурором опасения местных жителей подтвердил. Размещены отходы, преимущественно производственные отходы, также бытовые отходы, несортированные от жилищ, крупногабаритные отходы. Имеются фрагменты и пищевых отходов. Ну то есть различные отходы происхождения и класс опасности, которых конечно предстоит выяснить. Класс опасности оказался небольшим, четвертым, но свалка становилась все масштабнее. При этом виновники еще и старались ее скрыть. Бульдозерами закапывали в песок. Хитрецов определили быстро. Ими оказались представители одной из рязанских строительных компаний. Пусть и спустя год, но их пыл охладили решением суда. Суд возложил обязанность и на арендатора земельного участка, и на собственника земельного участка вывести эти отходы, размещенные отходы, незаконно размещенные отходы с земельного участка, то есть с отработанного карьера. Решение суда находится на контроле у Рязанской межрайонной природоохранной прокуратуры. На контроль надзор взял и ситуацию в районе села Кузьминское Рыбновского района. Здесь два года назад в Оке утопили паром. Собственник СПК совхоз Есенинский не спешил его доставать. Но когда на горизонте замаячила потеря актива в пользу государства, его представители уже заявили о том, что паром поднимут в ближайшее время и даже снова поставят на баланс предприятие. Максим Васильев, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Авторская выставка рязанского дизайнера Веры Новичковой под названием «Новогодняя гостиная» в преддверии праздника позволит погрузиться в сказочную волшебную атмосферу с головой. На ней представлены эксклюзивные куклы ручной работы, каждая из которых – произведение искусства. Вера Новичкова занимается изготовлением уникальных кукол уже пять лет. Начинала она с создания интерьерных масок. Поначалу это было ее хобби, но затем переросло в профессиональную деятельность. Изначально она занималась дизайном интерьеров. Сейчас Вера совмещает эти два направления. Ее куклы покупают люди из разных точек мира. Это категория людей определенная. Это коллекционеры в основном. То есть есть определенные любители авторских кукол. Продаются это в основном в Москве. Я участвую в выставках международных, за границей. Мои куклы продаются. Здесь представлены куклы в стиле советских игрушек, героев сказок и мультиков. Выполнены они разными техниками. От папье-машеда фарфора. Маска. Алиса в стране чудес. Это прям вот знаковая моя работа. Она стала как бы символом моей вообще деятельности моей. Вот. Это папье-машед. Вот. Полностью тоже ручная работа. Ну, мой символ, мой талисман. Алиса в стране чудес. Это вечная история, которая как бы... Которая вдохновляет. Каждая из этих кукол неповторима. На изготовление некоторых из них уходит более месяца. Самый трудоемкий процесс – это создание фарфоровых кукол. Я сама сначала делаю из пластилина лицо. Потом это делается отливка. Потом заливается фарфор. То есть это целый этап. Обжиг. И потом роспись. То есть это очень долгий процесс. Фарфоровая кукла – это самая сложная кукла, которая делается долго. Для нее нужно определить... Вот только натуральные ткани используются. Только натуральные техники. Я закончила школу кукольного дизайна по классу фарфора. И мы занимались именно фарфоровыми куклами. И это определенный раздел кукольной жизни. Некоторые из этих кукол были представлены в Эрмитаже. В частности, это игрушки с новогодней елки. Увидеть эти интерьерные куклы можно на выставке на территории арт-пространства «Акценты». Анна Герцовская, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». На этом у меня все. Я обращаюсь с вами до следующего года. Всего доброго.